Доброго времени суток, друзья! Есть среди вас те, кто обладает личным топом любимых 8- и 16-битных игр? Появлялось ли у вас желание сыграть в любимые с детства игры с приставок Dendy или Sega в обновленной графике? И чтобы это была не совсем другая игра со знакомым персонажем, а именно как тогда, в детстве, но с современной графикой и на новом движке? Привет! Собственно, у меня такое желание появилось, и я решил погуглить, выходили ли ремейки классических консольных хитов, и к моему удивлению оказалось, что многие из них прошли мимо меня. Итак, в данном ролике я расскажу о современных ремейках и продолжениях классических 8- и 16-битных игр для Windows, о многих из которых вы, вероятно, не знали. А перед тем, как мы начнем, если вам нужна разработка логотипа, сайта, дизайн любой сложности, рекламный ролик или красивое интро для вашего канала, а также оформление группы ВК и YouTube-каналов, рекомендую студию дизайна Region Records. Результатом вы однозначно останетесь довольны. Заявки можно направлять на почту info.sobaka.regionrecords.ru или в группу ВК Region Records. И наш список открывает продолжение серии игр Street of Rage, выходивших на консоли Sega Mega Drive. С 1991 по 1994 год вышло три части этой франшизы. Street of Rage — это классический битэмап тех лет с довольно проработанным сюжетом, который был призван создать конкуренцию нинтендовскому хиту в данном жанре Final Fight и отличался от него повышенной динамикой, разнообразием уровней и кооперативным режимом. Игра молниеносно набрала популярность и стала настоящим хитом. 30 апреля текущего года вышла четвертая часть этой шедевральной франшизы. В ней разработчик бережно сохранил атмосферу и стилистику. Игра продолжает сюжет через 10 лет после окончания третьей части. Хочется отметить потрясающую графику и отличный саундтрек. Играется Street of Rage 4 в одно удовольствие и проходится чуть ли не на одном дыхании. При этом чувствуется ностальгическое настроение игры. Олдфаги оценят реверанс в сторону второй части 1992 года, так как первый уровень новой игры является ремейком первого уровня и второй части серии. Вышла Street of Rage 4 на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Однозначно рекомендую ознакомиться. Вердикт? Гениаль! Следующая на очереди – DuckTales Remastered. В далеком 1989 году для консоли Nintendo Entertainment System от компании Capcom вышел замечательный платформер о приключении скупого богатея от утиного мира Скруджа Макдака. В игре Скрудж в разных уголках мира ищет потерянное сокровище. Игра была мега интересной, как и мультсериал того времени. Отличительной особенностью была возможность выбора сложностей игры и главы. В 2013 году Capcom выпустила ремейк утиных историй для ПК и игровых приставок PlayStation 3, Xbox 360 и Wii U. Новая игра полностью уровень за уровнем повторяет классику, при этом расширяя некоторые уровни, но уже современной графика в стиле мультсериала. Тем, кто был знаком в детстве с оригиналом, однозначно рекомендую к прохождению данной ремейки. Субтитры делал DimaTorzok Это огонек какой-то. В детстве у меня не было Sega, была только Dendy. Но однажды антенна старого телевизора зацепила видеосигнал соседа, который на Sega играл в незнакомую мне игрушку, где гоняя на мотоцикле, бил разными предметами и пинал другий гонщик. Это была дико крутая игра Road Rush. Стоит ли говорить, что она была в первых позициях списка, во что сыграть, когда мы собирались у друга, у которого Sega была. Ведь в ней можно было играть вдвоем, при этом экран разделялся. Данная игра выходила на многих консолях, но, конечно, самая крутая версия была на первой PlayStation. Но нам познакомиться с ней можно было только в игровых клубах. В 2017 году от Pixel Dash Studios вышла игра Road Redemption. Несмотря на то, что оригинальную часть разрабатывала Electronic Arts, Road Redemption — это духовный наследник Road Rush. Это та же боевая аркада на байках, с тем же драйвом, только с современной и очень приятной глазу графикой, и куда более высокой динамикой. Выходила игра на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Лично мне игра очень зашла и вызвала шквал положительных эмоций прямо из детства. Кроме того, в ней также можно было играть вдвоем или даже вчетвером, разделяя экран. Так что мы в компании друзей оценили ее по достоинству. Однозначно лайк. Еще одна игра для поклонников диснеевских мультиков и игр по ним — «Замок иллюзий», вышедшая в 1990 году, где Микки Маус путешествовал по замку иллюзий, чтобы спасти свою подругу. Любимая игра многих обладателей консоли Sega Mega Drive. Игру любили за атмосферу сказки и, конечно, за Микки Мауса. HD-ремейк был выпущен с Сегой в 2013 году и воссоздает сказочную атмосферу оригинала, только уже в 3D-формате с более приятной музыкой и графикой. Любителям вселенной Дисней и людям, игравшим в оригинал, однозначно рекомендую. Ну а следующими двумя играми я вряд ли кого-то удивлю, но все же решил включить их в этот список. Это современные версии серии игр про сверхскоростного синего ежа Соника, Sonic Generations, вышедшая в 2011 году, и более новая Sonic Forces 2017 года. В Sonic Generations сочетаются две реальности. Ремейк классических уровней в псевдо 2D и новая реальность в измененной локации, где Соник бегает с постоянно меняющейся камерой, от вида из-за спины к классическому двухмерному ракурсу. В игре множество динамичных моментов и она прекрасно выглядит и играется. Помимо этого, местами напоминает классический самый первый Соник на Секе, вызывая волну ностальгии. Выходила игра на ПК, PlayStation 3, Xbox 360 и Nintendo 3DS. С Соник Форсес все несколько сложнее. Игра была принята достаточно холодно критиками и фанатами серии. Причин много. Игра пытается быть совершенно новой, но боится отходить от классической схемы. Сюжет здесь подается слишком пафосно и наигранно. Появилась возможность создавать своего персонажа. И играем мы теперь поочередно за Соника и своего аватара. Созданный нами персонаж не умеет ускоряться, но обладает другими фишками и своим оружием. Соник Форсес также сочетает двухмерные и трехмерные ракурсы. И вроде бы задумки отличные, но не покидают ощущение, что игре чего-то не хватает. С технической точки зрения тут все неплохо, игра стабильна и красива. Хотя я точно не буду ее проходить, все же ознакомление было приятным. Уверен, что многим знакома игра Double Dragon, про двух братьев-мастеров боевых искусств, которые шли спасать девушку, уничтожая всех по пути. Различные части этой игры выходили на NES, известную у нас как Dendy, и на Sega, и на Super Nintendo. В 2012 году для консолей PlayStation 3 и Xbox 360 вышел перезапуск серии под названием Double Dragon Neon, а в 2014 данный ремейк вышел и на ПК. Игра, конечно, пытается быть похожей на оригинал, но оценить в ней получится разве что современную графику и музыку. Боевая система стала дико неудобной и что-то пошло не так с управлением. Как будто при создании разработчики решили... Кроме этого, она выглядит и играется достаточно скучно, разве что при игре на двоих немного повеселее. Но, честно говоря, я бы отдал предпочтение Street of Race 4, которая на 10 порядков выше во всех отношениях. Double Dragon Neon достоин только ознакомления с целью взглянуть по-новому на старую серию с детства. Вряд ли вы будете проходить ее до конца. Следующая по списку игра – Mega Man 11. Продолжение довольно известной серии игр, выходившей начиная с консоли NES с 1987 года. Это достаточно простенький, но популярный платформер. И новая часть, вышедшая в 2018 году для всех актуальных платформ, это настоящее продолжение классики. Все то же самое – 2D-платформер, где нужно бегать, прыгать и стрелять. Выглядит Mega Man 11 превосходно. Приятная графика и отличная анимация. А бои с боссами – динамичный и способный захватить дух. Игра, к слову, местами достаточно хардовая. И если вам нравились старые классические игры этой серии, то и новая итерация вам однозначно зайдет на ура. Игра Strider стала для меня настоящим открытием во время подготовки к этому ролику. Я помню ее на Dendy, что надо было бегать каким-то самураем и кого-то рубить. Зачем и почему – не столь важно. На 8-битной приставке она ничем особо не запомнилась. А вот на SEGA она была действительно крутой. Отличная для тех времен картинка, динамичный геймплей и своеобразные игровые фишки. Персонаж выдавал акробатические номера, умел лазить по вертикальным поверхностям и даже по потолку с помощью каких-то крюков. И неустанно рубил всех направо и налево. В общем, клевая игра на SEGA была. И как оказалось, в 2014 году вышел перезапуск игры. Новая Strider – это практически та же самая игра, но доработанная технологически и идейно. Это тот же двухмерный экшен с невероятно красивой графикой и безумной динамикой. В этой игре прекрасно все – визуальное оформление, звуковое сопровождение, игровая механика, динамика боев, да в общем все. Как же приятно разрубать пополам врагов, попутно выкручивая сальто. При этом переиздание умудряется оставаться все той же игрой из 90-х. Отдельного упоминания достойны боссы. Просто посмотрите на первого. Несмотря на то, что игра вышла в 2014 году, она не выглядит устаревшей. Картинка выглядит идеальной даже в 2020. Однозначно рекомендую всем, даже тем, кто не был знаком с этой игрой на SEGA или Dendy. Игра вышла на ПК, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4 и Xbox One. Контра, мать ее, Рок Корпс. Эта игра здесь только, чтобы вас предостеречь. Как и любой человек, в Рыше в 90-е, я не мог так просто взять и пройти мимо игры со словом «контра» в названии. Тем более, реально являющейся продолжением той самой легендарной Контры. И вот, узнав, что новая часть вышла в 2019 году, я воодушевился. И очень сильно обломался. «Контра Рок Корпс» — это до слов таких для описания нет, чтобы рассказать, что это. Во-первых, это совсем не та «контра» из детства. Во-вторых, в ней плохо все. Графика реально десятилетней давности. Вот вы сейчас смотрите на экран. Это похоже на игру 2019 года? Абсолютно никакое управление. Графика. Отсутствие динамики. Отсутствие всего. Отсутствие бюджета и совести у разработчиков. «Контра Рок Корпс» — это... В общем, если вам кто-то посоветует, разбейте этому человеку лицо, так как он вас ненавидит. Была на Дэнде довольно странная и сложная игрушка «Бионик Команда». В ней мы играли за солдата, у которого вместо вики была крюк-кошка. Причем прыгать и стрелять наискосок он не умел. И помимо ходьбы, все перемещения выполнялись исключительно крюк-кошкой. А ей еще не так-то просто было попасть куда надо. В общем, странная игра. На самом деле игра довольно известная и уважаемая, и в 2008 году ее перевыпустили. Причем помимо графики оставили все как было. Лично мне ни старая, ни новая так и не зашла. Но вот если были те, кто прочувствовал оригинал, новинка прям для вас. Это полный настоящий ремейк игры. А напоследок любительский ремастер классической игры Чип и Дэл. Игра сделана энтузиастом и является неофициальной. Тем не менее, достаточно качественной, заметно улучшенным изображением. Создатель ярый фанат игры Чип и Дэл и постарался на славу. Игра представляет собой портативную версию, не требующую установки. Уверен, многим будет приятно перепройти ее в таком виде. Все игры, которые вы видели в данном выпуске, были протестированы лично. На Windows 10 версии 19.09. Все прекрасно работает, можно смело брать. Ну или если вы как Джек Воробей... Капитан, Капитан Джек Воробей. Вы знаете, что делать. Если вам известны еще ремейки и продолжения классических игр, обязательно делитесь ими в комментариях. Ну а я надеюсь, что данный ролик вам понравился. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А также бейте в колокол, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...